Пятница очень долгая история. Компания на сегодняшний день 19-й год. Я пришла в эту компанию в 14-м году. Во время кризиса 14-го года мной и Людмилой Ивановой, директором Пятницы, было принято решение о объединении двух компаний. До 14-го года я работала под своим брендом. Моя компания называлась Skyway. На тот момент я руководила ассоциацией нашей туристической. И когда вот наступил 14-й год, у меня на руках маленький ребенок, тут опять это все рушится, и у меня такая была мысль, думаю, да зачем мне вообще все это надо? И тут ко мне приходит Людмила, говорит, слушай, она говорит, ну вот такая ситуация, все плохо, давай объединяться. Когда мы объединили две компании, у нас появилась возможность каждому привнести что-то свое. Вот мы одни из первых начали предлагать на тот момент Грузию. Мы повезли людей на экспо в Казахстан, мы поехали в Армению, поехали в Азербайджан. Это такой новый толчок был как раз к развитию. Мы просто слышали там отзывы, которые говорили от нас, что вот, а, ну понятно, это пятница, вот они там куда-то опять поехали. Сейчас откатиться назад в 2002-м году, то, что там вот было, ну даже до января этого года, конечно, это такой огромный, я не знаю, там, технический скачок, там, рывок. Когда мы начинали работать, еще вообще не было интернета там, да. Мы получали огромные просто не прайсов, просто по факту. И вот мы постепенно-постепенно вот выросли до вот такого огромного механизма, да, который представляет собой туризм сейчас. Это глобальная онлайн-систему, когда можно собрать свой тур просто как пазл. Это определенная, наверное, миссия – дарить людям эмоции. Здесь, конечно, есть вот что-то такое, что позволяет и нам получить это удовольствие. То есть, если наш клиент доволен, мы понимаем, что мы все сделали хорошо, что мы нашли таки вот эту вот изюминку, да, которая вот его зацепила. То есть, мы знаем, что он придет к нам, он нас порекомендует. Это, конечно, греет душу. Сегодня же мы пока еще не работаем. Учитывая то, что наш последний там приток денег у нас закончился в начале, в середине марта, и с этого времени поступлений не было, ну, надо полагать, что мы сейчас живем ровно вот на тех запасах, которые были сделаны до этого момента. Конечно, мы очень рассчитываем, что, ну, в течение ближайших пары месяцев хотя бы откроется России, чтобы уже пошел какой-то вот денежный оборот, который позволит нам дальше остаться на планах. Клиент турагентства – это такой вот средний класс, да, который сейчас находится под самым большим давлением. Естественно, что они, люди закредитованы, да, естественно, что у людей куча обязательств, что людей рушатся бизнесом, ну, как бы люди теряют деньги, да, кто-то вообще теряет работу. Поэтому вот эта ситуация, мы не знаем, как она нас повлияет. Сейчас грядут глобальные изменения, и пока мы сидим вот в таком каком-то вакууме затишья, мы не знаем, что будет дальше. Мы, как и все, другие, мы понимаем, что туризм уже не будет прежним. Безусловно, предпринимательство – это определенная свобода. Это свобода как чисто физическая, так и финансовая, потому что на самом деле дорогого стоит, когда ты можешь позволить себе, ну, так скажем, не запланированно, не санкционированно, выйти из работы просто позволит себе, так сказать, у меня все хорошо, я здесь все сделала, сделала, завтра на работу не вхожу, у меня вот есть такая возможность. Поэтому, конечно, предпринимательство – это свобода, которая равна риске. Ничего не бывает бесплатно, за все нужно платить. То есть там, где у тебя есть стабильность, ну, там, как бы, там, скажем, этой свободы намного меньше. Здесь она у тебя есть, но ты должен предусмотреть кучу нюансов, чтобы иметь возможность ей воспользоваться.